В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Девять карагандинских ветеранов войны получили обещанное жилье. В преддверии праздника Аким Городов встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. За чайной церемонией наблюдал наш корреспондент Сергей Высокосов. Ничто не вечно, а песни о войне сегодня наизусть знают и стар, и млад. Состоялась церемония торжественных проводов молодежи в армию. Патриотизм и служение Родине – это главные составляющие успешного развития государства. Призывников провожала Лариса Хусейнова. На службу в ряды пограничных сил отправились 50 призывников карагандинцев. Владислав Лыков родился в 1996 году. Охранять границу Казахстана мечтал еще с детства. Такой выбор он сделал сам. Вдвойне гордо. Это честь, достоинство, уважение предкам, что не зря они воевали за нас, что мы поддержим их. Молодые, отважные, хоть еще и в гражданской форме, но уже с гордостью стоят втрою. В армию не забирают. В армию торжественно провожают. Сегодня в жизни призывников наступил знаменательный день. Они отправляются на службу вооруженные силы республики. Казахстан. Вместе со своими товарищами им предстоит решать ответственную задачу, поставленную президентом страны, верховным главнокомандующим Насултаном Абишевичем Назарбаевым, по защите граждан Казахстана и их мирного труда. Служба в армии явилась настоящей школой мужества и патриотизма для сотен тысяч молодых людей. Торжественные проводы завершились демонстрацией марша военнослужащих. Основной целью мероприятия является пропаганда принципов нового казахстанского патриотизма среди молодых людей. По окончанию торжественных проводов призывников состоялась церемония открытия Аллеи Славы, посвященной 70-летию Победы. Здесь же посадили деревья. Самая мирная армия. Накануне двух больших праздников собрались военные караганды, чтобы подвести итоги службы, отметить 23-ю годовщину создания вооруженных сил Казахстана и 70-летия Победы. 7 мая отмечается праздник мужества и стойкости. Армия Казахстана изначально выполняет мирные задачи, защищает граждан страны и их созидательный труд. Сегодня строится профессиональная армия, основывающаяся на грамотных специалистах. Сегодняшний призывник за год службы должен познать не только дисциплину, но и в совершенстве овладеть военной профессией. Главой государства, установившим Назубаевым, как верховным главнокомандующим, делается все необходимое, чтобы армия отвечала требованиям времени, соответствовав уровню развития науки и самых передоугольных технологий в 21 веке. Современная армия пополняется новейшей техникой, происходит модернизация и оптимизация всей военной системы. Угребляются социальные гарантии военнослужащих. Сегодня наступил момент, когда быть военным стало престижно. Составляющая независимость нашего государства – это крепкая, дисциплинированная, мобильная, боекотовая армия. Сегодня сотни карагандинцев продолжают военные традиции своих отцов и дедов. Несут службу по всему Казахстану. Они являются образцом верности присяге и выполнения задач, поставленных главой государства. За безупречную службу были награждены лучшие военнослужащие. Они получили медали, грамоты и благодарственные письма. Сергей Высокосов, Исламбек Успан, Норман Нартаев, Первый Карагандинский. Этих дней не смолкнет слава. В честь 70-летия победы Аким города Караганды Нурлан Аубакиров провел прием ветеранов Великой войны. Тружеников тыла не в совсем привычной обстановке. 60 человек были приглашены в ресторан. Красная дорожка была расстелена для уважаемых гостей. Для них почетный караул, курсантов и духовой оркестр. Праздничный зал ресторана «Султан» принял ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла. От всего сердца желаю здоровья и сил вам. Ныне здравствующим продовикам и труженикам было. А всем нам мира, добра и процветания. С праздником вас, дорогие ветераны! Уважение к этим людям не наносное. Их жизнь достойна песен и стихов. Их именами хочется назвать каждую улицу, каждый переулок. А они спокойно оценивают свою жизнь и считают, что они просто выполняли свой долг. А вот тыловики действительно работали, не считаясь ни с чем. Я сам лично перчатки повышал на фронте, написан на Казахстан. А вот я хочу сказать во Казахстане, что Казахстан большую роль сыграл в войне. Поскольку от суда из Казахстана все вышло – хлеб, металл, угли. Песни для ветеранов, выступления правнуков тоже для ветеранов. Что такое День Победы? Что такое День Победы? Это у День Победы. Нету танки и ракеты. Пошелует стройка у нас. Что такое День Победы? Это страшный салют. Среди сайта и с неба разрывают сами духи. Именно благодаря их воинским победам, их труду в тылу, сегодняшние детишки могут петь, танцевать и просто говорить спасибо своим прадедам. Они безмятежны и уверены, что так будет всегда. Сегодняшняя стабильность – это дело их рук, наших ветеранов. В Карагаде их сегодня проживает 165 ветеранов Великой войны. Самым молодым далеко за 80. Но душа у всех молода. Георгий Владимирович и после войны не расстался с армией. 20 лет готовил десантника парашютистов в Карагадинском аэроклубе. 30 человек ежегодно, пройдя выучку у ветерана войны, становились в строй действующей армии. 15 человек наших военкоматов умножили на 30. Сколько подготовил десантников? Много славных дел было сделано ветеранами. Они создали базу независимого Казахстана. Для них на приеме звучали песни военных лет. Сегодня мы проводим прием Акима города. Для 60 наших ветеранов, тружеников тыла. Мы проводим этот прием для того, чтобы создать атмосферу праздника. Подарить теплоту своей души нашим дорогим ветеранам, труженикам тыла. Которые сражались за эту победу. Которые нам подарили мир. Когда им суждено собраться всем вместе. Белый голубь, символ мира, как с картины Пикассо, врывается в небо и радует глаз своими воздушными пассами. Мир в наших с вами руках. Мы помним, каких сил, лишений и страданий понадобилось, чтобы мы сегодня жили. Спасибо вам, ветераны. Сергей Высокосов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Все ветераны Великой Отечественной войны получили обещанное жилье. Об этом сообщил аким города Караганды Нурлан Аубакиров. Поручение президента об обеспечении жильем фронтовиков, ставших ранее на учет, полностью выполнено. Кроме того, акимы районов отчитались о проделанной работе. Все подробности у Аим Амрины. В своем выступлении Нурлан Аубакиров сказал о том, что ветеранов в нашем городе всего 165 человек. Никто из них не остался без внимания со стороны властей. О ситуации на своем участке доложил Аким Октябрьского района Ержан Тимирханов. Все ветераны обеспечены кнопкой экстренного реагирования. В случае необходимости при помощи нее пожилые люди смогут вызвать помощь. Врача, социального работника. Создан альбом, где записаны их потребности. 23 ветерана получили денежные конверты. 25 ветеранов получили различную бытовую технику. Телевизоры, холодильники, стиральные машины и так далее. Произведен ремонт квартир трем ветеранам. Одному ветерану покуплена мягкая мебель. И трое ветеранов получили медицинское обслуживание. А Аким Казбекбийского района Татьяна Шатохина, в свою очередь, заверила всех, что вся работа согласно плану по ветеранам ведется. И находится на постоянном контроле. Далее продолжается работа по оказанию помощи ветеранам. Также приобретены костюмы для участия в парадах в городах Москве и Востане. Пяти ветеранам закрепленными организациями. И сейчас еще 16 ветеранам работы проводятся по согласованию с ветеранами по ремонту их квартир. В разные годы все ветераны получили квартиры в Караганде. В них уже сделали косметический ремонт. Во всех квартирах имеются холодильники и электрические плиты. Сантехника и другие необходимые детали тоже были продуманы. На этом внимание к участникам боевых действий не закончится, подчеркнули чиновники. Работа будет продолжаться. В Карагандинском государственном медицинском университете большое событие. В честь Дня Победы они издали две книги с воспоминаниями о войне. Тираж небольшой, около ста экземпляров. Эти издания не для свободной продажи и пока есть только в библиотеке университета. Но в будущем авторы не исключают их повторное издание для широкого читателя. Книга с воспоминаниями называется «Меня судьба хранила». Ее автор Василий Шедловский. На протяжении 20 лет он писал свои воспоминания о войне. В прошлом году ветерана не стало. Но его семья решила увековечить память о родственнике в книге. Все воспоминания собирала жена ветерана. Удивилась, что настолько все эти разрозненные, в разные годы написанные воспоминания, они так легко соединились, они как будто бы ждали друг друга. Книга с символическим названием «Пусть им улыбнутся небеса» написана работниками медицинского университета. Ректор вуза Раушандос Магомбетова и старший преподаватель Найля Сайфулина написали эту книгу, вложив душу и сердце. Книга о тех, кто не должен быть забытым. После презентации книги студенты вуза показали трогательный спектакль о временах войны, о страданиях и потерях. Зрители не сдерживали слез. Все эти дни, которые предшествуют 9 мая, особенные. Это воспоминания, это радость победы, это воспоминания о тех людях, которые не дожили до этого светлого дня. И поэтому сегодняшний день, 6 мая, мы посвящаем нашим ветеранам прежде всего. Теперь молодежь сможет узнать больше о войне со слов самого ветерана о Великой Отечественной войне. И эти настоящие воспоминания очень дороги всем его близким и молодежи. Лариса Хусынова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Меняется мода на одежду, на песни, на все. Но песни в военных лет останутся навсегда. Их помнят и поют люди старшего поколения. Теперь это нужно передавать молодежи. В Караганде проводят множество мероприятий, посвященных празднику Дню Победы. Университет Балашак не исключение. Сегодня преподавательский состав исполнили песни военных лет. Музыка – это душа и сердце человека. На войне песня обладала удивительной силой. Она придавала бойцам силы и мужество. Напоминала о близком и родном. Вела на подвиги. Об этом учителя и студенты хорошо знают из рассказов своих отцов и дедушек. Татьяна Смолькина говорит, что День Победы для нее действительно со слезами на глазах. Песни согревают и сейчас наше время. Специально мы не приглашали ветеранов, потому что мы понимаем, что в эти дни сейчас их постоянно приглашают на все мероприятия. Все-таки это люди уже преклонного возраста. Мы думаем, что будем заботиться об их здоровье. Таким образом, просто поздравим их нашими песнями. Великие события в жизни нашей страны остаются не только в благодарной памяти людей и на страницах учебников, но и в поэтических строчках. Секретарь областного маслехата Нурлан Дулатбеков раньше был ректором этого университета. Его пригласили спеть вместе с преподавательским составом. Песни военных лет никогда не оставляют нас равнодушными. Почему? Потому что они были рождены в такую трудную минуту, трудные ответственные часы нашей отчизны. И мы с удовольствием поем не только ветераны, но и их внуки, правнуки. Песни военных лет должны остаться в памяти навсегда. Радуют, что интерес молодежи к такому творчеству растет. Концертные вечера в Балашаке планируют сделать традиционными. Лариса Хусынова, Айден Жакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Кинотеатр Саржайлау традиционно в преддверии Дня Победы чествует ветеранов Великой Отечественной войны. Многие фронтовики приходят сюда уже много лет, чтобы встретить своих боевых товарищей. Для них сегодня организован праздничный концерт. Сегодня сотрудники кинотеатра совместно со студентами гуманитарного колледжа принимали у себя фронтовиков и тружеников тыла. Живой коридор из студентов, празднично оформленный зал, кинотеатр и поздравления. Все это было организовано специально, чтобы создать атмосферу праздника для ветеранов. Их победой восхищались, дарили цветы и благодарили за мужество и героизм. 28 миллионов погибло. Из них 20 миллионов мирного населения, 8 миллионов 600 тысяч солдат и офицеров Советской Армии. Победа была нужна для всего народа. Ведь Советский Союз освободил от радства и уробу. И можно сказать, весь мир. Тех, кто защищал, с каждым годом все меньше. Самых старших тогда в 40-е называли мальчишками и девчонками. Такие мероприятия не нужны для молодых, потому что на их примере должна учиться наша молодежь честности, героизму, благородству, чести. Вот есть же честь имеют, говорят офицеры. Так вот, они именно имеют честь. И мы благодарны всегда за их подвиг. Благодарность организаторы выражали в виде юбилейной медали и подарков. В исполнении живого оркестра прозвучали военные и классические произведения. Но сегодня фронтовики вспоминали не только боевую молодость. Поколения поклонников творчества Нургисы Талиндиева насладились мелодиями красивых композиций. Аймаврина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Борьба с коррупцией невозможна без содействия СМИ. К такому выводу пришли сотрудники Департамента по делам Государственной службы и противодействия коррупции нашей области. Теперь работу чиновников, а точнее их правонарушения, будут отслеживать не только соответствующие органы, но и телевидение. Журналистам обещали открыть доступ к громким и резонансным делам, а также давать полную информацию по коррумпированности наших местных исполнительных органов. Мы хотим позволить такую работу, чтобы журналисты СМИ участвовали с момента проверок, то есть выявления и до решения. Такое заключение дал руководитель Департамента по делам Государственной службы и противодействия коррупции Ержан Ибраимов. По его словам, за первый квартал текущего года в тестировании на Государственную службу участвовали более тысячи человек. Почти 65% из них не смогли сдать тесты. К тому же за тот же период зарегистрировано 104 уголовных правонарушения, из которых основная доля приходится на коррупцию. Это злоупотребление должностными полномочиями, присвоение растрата чужого имущества и взяточничества. Кстати, к последнему пункту относятся и получаемые подарки. Тем не менее, на вопрос о том, какой орган наиболее коррумпирован, чиновник ответить не смог. Сославшись на то, что они пока что молодой орган. А вот за донесения о фактах правонарушений сотрудников госслужб, эта организация сулила вознаграждение. Для этого нужно обратиться в департамент. За получение взятки привлечен к уголовной ответственности заведующий сектором ГУОтдела ЖКХ города Садбаев. Главный специалист департамента по защите прав потребителей Карагандинской области Жармагамбетов и другие должностные лица. По фактам мошенничества зарегистрировано 5 преступлений. Незаконное участие в предпринимательской деятельности – 3. На брифинг были приглашены ответственные редакторы средств массовой информации. Наиболее отличившиеся в освещении антикоррупционных мер журналисты были награждены благодарственными письмами. По итогам встречи была достигнута договоренность о ведении единой антикоррупционной и информационной политики. Аймам Рина, Жасулам Акулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. И еще об одном. Карагандинским ветеранам, участникам парадов в Астане и Москве устроили торжественные проводы. На перроне железнодорожного вокзала, откуда участники Великой Отечественной войны отправились в Астану и Москву, играл военный духовой оркестр. С каким настроением отправились в путь герои нашего времени, узнавала Аймам Рина. На праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, в столицу Казахстана от Карагандинской области поехали 16 ветеранов. В состав казахстанской делегации, отправляющейся на парад в Москву, вошел один карагандинец – Камали Жуматаевич Дюсимбеков. Их сопровождают медицинские работники и представители областных управлений. Всем участникам парадов пошили единую форму – костюм, плащ, берет, галстук и белую рубашку, а также приобрели туфли. Николай Семенович Куриленко в поезде чувствовал себя очень уютно. Несмотря на преклонный возраст, ветеран бодр и активен. От имени участников, от своими, я поздравляю вас, чтобы мы жили лучше, чтобы ваши дети учились хорошо. И здоровьем, счастья, благополучия. В Астане наших ветеранов ждет обширная программа. Они примут участие не только в параде, но и в других торжественных мероприятиях. В приемах посетят праздничные концерты, рассказали сотрудники Управления внутренней политики. Как стало известно, в Москву казахстанская делегация отбывает из аэропорта Астаны. А сегодня для них приготовлен вагон класса ВИАЙПИ. Все условия созданы, обеспечен люкс, вагон, сопровождающий медперсонал, ответственные работники государственных органов, которые будут все эти дни вместе с нашими ветеранами. По прибытию в Астану их тоже встречают всегда ответственные работники министерства. В Карагандинской области в настоящее время проживает 340 ветеранов и 19 тысяч тружеников тыла. Все они нуждаются лишь в малом, чтобы о их героических подвигах помнили и берегли землю, которую они когда-то защищали. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Приятных вам выходных, Аман Соболыстер. Аман Соболыстер.